Зовут меня Алексей Зиновьев, там будет дальше слайд, а по мне, поэтому я к нему перейду ноту. Тема доклада выбрана вот такая. MyBatis Imperson Gibernet, давайте жить дружно. Тема не просто так выбрана, то есть это из личного опыта, когда пришлось на одном проекте дружить вот эти вот две ОРМ. На самом деле, мне было сложно выбрать какую-то такую четкую техническую тему. Я очень боялся, что придут, например, люди, которые работают очень много с PHP, и для них эти слова в том смысле пустой звук. Но вот мы дальше об этом узнаем, пустой звук или нет. Далее. Немножко о себе, значит. Сам я аспирант МГУ, занимаюсь теорией графов, прогнозированием пробок, исследованием транспортных систем. Обожаю всякие различные maps API, там Google, Яндекс, OpenStreetMaps и так далее. Я являюсь одним из лидеров GDGOMS, то есть часть из вас и мы познакомились на наших мероприятиях. Счастье, я думаю, увидимся еще в будущем. Дальше. Итак, о чем доклад вообще будет? Когда-то, я думаю, каждый из вас начинал там так или иначе задумываться, что вот вы пишете свои SQL, пишете, пишете, повторяете какие-то однотонные, монотонные действия и неплохо бы получить некий механизм, который все это упрощает. Я думаю, многие работали с гибернейт, часть работала с iBatties или как он после ребрендинга называется iBatties. Там у птички завязали глазки и вот она стала вот такой символ, похожий на птичку Твиттера. Также немножко поговорим о слой DAO и отношении к нему. Ну вот, а я почему-то так. Этот иероглиф как раз, по-моему, что-то такое означает, если я долго искал. Ну, наверное, другой DAO означает, но тем не менее. Да, дальше. Значит, сейчас немножко размнемся, потому что я хочу понять, насколько мне подробно первичные слайды рассказывают. Вот кто хоть раз использовал ORM? Ну, вообще классно. Но есть люди, которые еще не используете, обязательно придите вечером попробуйте. Вот, дальше. Кто хоть раз использовал гибернейт? Наверняка ваше... Вот, кстати, интересно. ORM, но не гибернейт у многих. Это уже классно. Дальше. Кто использовал myBatties, iBatties? Ну, вот уже реже и думаю, какой-то материал будет новым. Это здорово. И последний. Кто хоть раз привал на сеть ORM или не знал их существования, обязательно написал свой собственный там, Quiry SuperBuilder from another Quiris там и так далее. Можно так об этом говорить, что это что-то плохое? Нет, нет. Просто бывает, что люди пишут, что он не подозревает существованию ORM. Вот, я сталкивался тоже с этим. Потом они узнают и они забывают об этом. Но некоторые понимают, что ORM не удовлетворяет и пишут свои. Дальше. Вот. Какие цели я ставлю перед собой в этом докладе и вообще при использовании ORM, при внедрении и так далее? Я не буду сильно за них прогнозировать. Мы сейчас условно все понимаем, что какое-то ORM на вашем проекте есть. Базу данных оно как-то используют. Вам нужно просто решить какие-то свои внутренние проблемы. Во-первых, есть две вещи, ради которых с ORM вообще люди связываются. Это производительность программиста. Очень хочется, чтобы он не тратил свое время на какие-то вещи, связанные с миллионом созданий функций. Create, таблица, insert, запись и так далее. Эти вещи зачастую просто копипастятся, занимают ваше рабочее время, это все нужно еще тестировать, переписывать в случае каких-то изменений. Вот. Встает часто вопрос о масштабировании приложения, добавлении каких-то новых компонентов, которые используют базу данных. Всегда очень хочется, чтобы не было вот такого, вам нужно изменить маленькие условия запроса, а веерные изменения расходятся по программе ORM. Вот это плохая ситуация, на мой взгляд, потому что программист, может быть, в другие части даже и не заглядывал никогда. Он заходит, у него тесты полетели по всей программе, он такой, ого-го, нужно позвать Васю, который писал вот этот блог и, блин, может я лучше не буду трогать? Дождемся Васи, все это затягивается. Поэтому вот эти вопросы, использование ORM, они еще связаны, конечно, с грамотным разделением приложения на слои. Если у вас такого разделения на слои нет, то ORM использовать не нужно. Вот. Встает часто вопрос быстрой работы с BD. Естественно, признано, что тесты производительности разного ORM, они, естественно, хуже в целом, чем чистое использование GDBC. Почему? Потому что все эти запросы так или иначе транслируются в обычные SQL-запросы. Вот. Но при этом вы как бы на шаг дальше отстоите от работы с планировщиком запросов, от оптимизации запросов там в сырую. Вот. Вопрос, который, с которым люди сталкиваются, когда делают высоконагруженные приложения, это кэширование. Хочется, чтобы кэширование было классное, разных уровней результатов запросов и так далее. Не все ORM это предоставляет. И, как я уже сказал, приложение должно вы никакой поддерживать. То есть, вот те самые веерные изменения по приложению, первый запах того, что на ваше приложение дурно пахнет. Дальше. Значит, теперь про проект, на котором я столкнулся с этим вопросом. Жил был один проект, в нем было не то, чтобы все грустно, но просто такой небольшой проект. Вот. В нем было очень много GDBC лапши в коде. Это, знаете, напоминает такие хлесткие пальцы, когда ты лазишь вроде бы во вью слои, а оттуда вот торчат такие забросы к базе данных. Повсюду. Прям вот так напрямую, неприкрытые. Или тут же прям собираются из вещей, которые во вью вводятся. То есть, т-тестер обычно отводит какую-нибудь скверинъекцию и такой. Хоп. И все закончилось. Вот. Баз было много. Не одна. Была одна база Redondly, из которой можно было, соответственно, только прочесть. Ничего нельзя было записать. Схему нельзя было поменять. Были еще какие-то плюшки, которые надо было хранить сбоку. Вот. Понятно, там, база от кого-то досталась по наследству. С ней нужно поддерживать, нужно работать. Но вы еще какие-то дополнительные вещи туда втыкаете. Естественно, это был класс приложения, который требовал различного аналитического отчета. То есть, не просто база данных, которая обслуживает ваш игровой цикл или еще что-то. Нет, такая. Для бизнеса. Приложение такое. Нужно строить отчеты. Отчетов должно быть много. И это, в общем-то, главное, ради чего все задевалось. Вот. Был немножко гибернейт. Осторожно. Втиснуто для каких-то таблиц, которые сбоку лежали. Я бы сказал, стыдливо. Потому что это было все убрано в такой небольшой вызов гибернейт куда-то. И сборка отчетов, естественно, проводилась прямо в коде. Причем гибернейт в этом не участвовал. Не заподозрите его в этом. Вот. GDBC выгружались в некие супер коллекции. А они там все так. Сейчас мы возьмем коллекцию сотрудников. Из коллекции заказов совместим. Пробежимся по всем циклам. Вот сейчас из них соберем новую супер таблицу. Все входит. Вот. Я не люблю это. Я сразу скажу. У меня было предвзятое отношение. Не люблю это. Да, так происходит. Дальше. Вот. К сожалению, или к счастью, гибернейтом пользовались многие. Я сейчас очень быстро пролистаю эти слайды немножко ликбеза, как я воспринимаю сам гибернейт. Гибернейт, что меня в нем очень сильно радует, он не отправляет ваши запросы сразу в базу данных, если они такие глупые, примитивные. То есть, конечно, мог бы, как некоторые там слои, которые вы можете написать руками. Он очень грамотно копит точек, когда нужно. Вы ее выталкиваете. Или он автоматически ее выталкивает в базу одним паровозом. И все хорошо. Дальше. Есть, собственно, язык запросов, еще один язык запросов. hql, в котором были убраны звездочки и слово select. И можно было использовать таблицу через точку, таблицу, которая в нее вкладывалась. Такое как бы наследование. Ну, это очень облегчает жизнь, но иногда нужно учить еще один язык запросов. Это всех расстраивает. Две удачные возможности. Старое использование mapping файлов. Вы пишите XML, который говорит, вот эти вот столбики ляжут, вот эти вот воля вашего объекта. Сейчас появились... Да, я забыл сказать, я пишу это на Jive, поэтому там есть аннотации. Я могу пометить все поля и сказать, вот ты поле объекта будешь, например, вот этой колонкой с таким-то типом. Дружите. Все, оставляю ее в покое. Я очень обожаю возможности реверс-инженерируем. Для чего? Очень часто, ну, лично в моей практике, мне достаются какие-то базы, которым нужно писать, в общем-то, приложение. Вот как-то так в моей жизни случилось. Я что делаю? Запускаю такой удобный механизм в NetBeans, там в Eclipse есть плагин, который мне, собственно, генерирует классы по вашим таблицам. Можно и в обратную сторону, но вот этим способом я пользуюсь чаще. Если вы вдруг о нем не слышали, ну вот, дико удобно. Если что-то изменилось в схеме базы данных, удаляйте старые классы и заново генерируйте. То есть все хорошо, очень удобно и быстро. Вам не нужно отправить аннотации руками. Вот. Настройка каскадного удаления – это вообще просто очень вкусная особенность. Вы не должны теперь следить за тем, что там нужно, ой, я удалил из этой таблицы, а у них были вот эти юзеры, у них были еще какие-то заказы, еще дальше надо не забыть удалить сначала заказы, а потом вот вернуться к юзерам. То есть все это есть из коробки, с этим можно работать. Классный трехуровневый кэш, который я сначала почему-то ожидал, что он будет прям вообще. Ничего не надо делать, нажму на кнопочку кэш, у меня почему-то все будет кешироваться. Нет. Кибернет нужно пописать код, но этот кэш будет адекватно работать. То есть в него можно класть разные вещи, например, популярные запросы к вашей базе данных, какие-то популярные выборки, но с ним надо быть осторожным. Если слишком заиграться, то в приложении что-то меняется, понятно, что кэш будет вам возвращать неактуальные данные. Есть для недругов SQL, есть люди, будем честны, которые говорят, SQL это не для нас. Мы не будем с ним работать, это не программирование, это нечто иное, я не хочу. Есть критерия AI, где вы вызываете методы через точку, вызываете, 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 и делаете фильтры различные, например, для таблиц. Вот тут снизу у меня есть небольшой файлик. Вот так выглядит первая XML лапша для Кибернет. Вы просто укажете всякие вещи для подключения. Дальше. Вот так выглядит, например, старинный файл отображения таблицы на объект. То есть объект голенький, в нем никаких аннотаций нет, но есть программированный файлик, который говорит, вот эти колонки кладете в эти поля и так далее. Можно настраивать связи многим к одному, один к многим, один к одному и так далее. Давайте дальше пойдем, Кибернет это все знают. Вот так выглядит класс вкусненький, который почти не дружит с аннотацией. Видите, чуть-чуть есть все аннотации. Такой типичный класс, который мы замапили. А вот теперь сейчас будет класс с аннотацией на следующем слайде. Убираем вот тот HBM файлик и делаем аннотацию. То есть мы сверху над полями понаписали, в общем-то, вот эти вот связи. Дальше. Кибернет это не волшебная кнопка, он пасует сложных запросов. Собственно, в том приложении, с которым я встретился, о котором я упоминал раньше, в нем были сложные запросы. И было много джойнов и так далее. Строить это при помощи гибернет было неэффективно и неудобно. Сложные связи между таблицами вы, если у вас есть база данных с очень сложными связями, вы нажимаете «Reverse Engineering» и сгенерируй ко мне классы. Там такое веселье в классах начинается. Они не всегда правильно начинают друг на друга ссылаться. Вам нужно это править руками. Зачем нам этот геморрой? Вот. Блог для больших выборок данных. Если вы захотели выбрать половину вашей таблицы, гибернету будет нехорошо, чаще всего. Он хорош для маленьких выборок, но для больших, я смотрю, от тестов производительности, не очень все хорошо. Не просто в изучении. К сожалению, если у вас были программисты, которые знали SQL, умели Java кодить, а тут еще гибернет. Можно еще тоже нам получить. Порог вхождения не самый низкий, я должен сказать. Есть много возможностей, очень глубоко запрятанных документаций. И вот просто вот, если сделать по холлоуворду гибернет приложение, оно будет намного хуже работать, чем то приложение, которое сделал гуру, который в настройках копался. Вот. Я слушал доклад много человека, ему все задают вопрос, а вот есть настройка в кибернет. О, там есть вот эти настройки, и вот люди не лезут в кибернет, будем честно. Далее. Мой батис, тоже небольшой ликбез, уже может больше мне пригодится. Он, на самом деле, сильно похож. Отличие в том, что вы сохраняете, так сказать, девственную SQL частоту еще в этом. Вы можете хранить SQL-запросы и редактировать их очень удобно. Они, соответственно, в одном месте. Дальше на файле как покажу. Вообще, там чуть-чуть побольше XML и чуть поменьше нотации. Анотации тоже есть, но пока не прижились. Вот. Конфигурирование все происходит в коде или специальном файле. Вот. Есть очень удобные псевдонимы для имен классов, на которые вы тоже там манете. Корректное разделение хранения SQL по разным местам. Вот то, из-за чего я... Вопросы потом. Вот. То, из-за чего я все, собственно, и затеялся в MyBudges, это более удобная динамическая сборка SQL прямо внутри MyBudges. Пример. У вас есть отчет, в котором много-много колонок. По ним пользователь хочет сделать очень много фильтров, сортировок, выборок с небольшими похожими соседними таблицами. Вот. Люди часто пишут на каждую такую настройку свой SQL-запрос с точностью до фильтра по какой-то колонке. Вот, получается, 10 похожих запросов. MyBudges лично мне позволил избежать и на один отчет иметь один SQL-запрос, где динамически подгружаются секции Healyman, Groups, By и так далее. Вот. Вообще, там, объединение с чем-то тоже можно динамически и безопасно собрать. И тебя выкинет не в гибернейтовские ошибки, там, транзакции, сессии, а тебе MySQL скажет, прости, у тебя вот некорректно. Эти довольно читаемые сообщения. Вот. Ну, про антации файла я сказал дальше. Вот здесь посмотрим. Похожий очень файлик. В нем тоже они не хотят доставать, а гибернейты конкурируют. Вот. Есть несколько типовых частей. Настройка псевдомимов Т-классов, чтобы вы не писали полный багги. Вот. Настройка среды окружения. Очень удобно. Можно в XML настроить, например, development среду, тестинг, там, и так далее. Вы просто выбираете одну из этих конфигураций при работе. Вот. Вы подключаете свои mapper-файлы. Хотите, храните все SQL в одном файле. Хотите, разделите по каким-то группам. Хотите, сделайте для каждого свое. Тут каждый будет решать. Далее. Вот. Запоминайте вопросы. Я, к сожалению, плохо мы сейчас реагируем. Вот. Это пример типичного файлика, вот, в котором MyBadis вот весь такой хранит свои запросики. Здесь мы видим разные SQL-ины. Он, в данной ситуации, поддерживает hql-диалект SQL. Вот такое вот. Здесь прощение. Вот. На самом деле, видите, from-blog. Там где-то было выставлено в этих настройках. Обратите внимание. Вот. Есть динамические секции сборки запросов. Захотели, подключили какие-то вещи. Можно точно так же сделать, например, в зависимости от пульской переменной, которая пришла в качестве параметра, подрубить дальше секцию какой-нибудь фильтр. Или union с другой таблицей. Но у меня, к сожалению, этого на картинке нет. И снизу есть resultmap, который является, собственно, маппингом объекта, результат запроса на какой-либо объект. Вот снизу вот этот все плагин Eclipse, мне он понравился. То есть там есть очень удачный редактор запросов. Он понимает все теги, работает хорошо. Дальше. Вот. Типичный пример, как это выглядит в коде. Вот у вас где-то есть там слой с вызова функции из DAO. То есть вы хотите что-то проинсертировать. Вот. Вызываете, ну, какую-нибудь стандартную SQL session. Вот. По псевдониму вызываете функцию, описанную в вашем файлке. Вот. Обратите внимание вот на эту связь. И она вам выкладывает, соответственно, ну, вызывается вот такой файл. Если бы мы вызвали какой-то select, например, и у нас настроен маппинг между какими-то классами, то мы могли бы выложить этот список объектов. Я чуть позже объясню, вот на каком примере это позволяло делать все быстрее. На самом деле стеклассник гибернет напоминает довольно сильно. Вот. Но основное удобство, что вы продолжаете владеть SQL. Захотели — отредактировали очень быстро. Захотели — не отредактировали. То есть, дальше. Разберу два, я их назвал, application case. То есть, два, не знаю, типа приложений, о которых я дальше буду говорить. Стандартный такой application case 1 — у вас есть новый проект. У вас есть часто меняющаяся схема базы данных, мясные иерархи объектов. Вообще еще никто ничего не выяснил. Вам нужно писать прототип. Вот. Вам, в общем, нужно много тестовых данных загонять, немножко читать, никаких отчетов еще нет. И еще вы не приверженесь к join. Вот такая простая ситуация. В этой ситуации вам, конечно, поможет гибернейт. Как очень быстро сделать очень простенькое приложение с базы данных. Собрали какую-то схему, которая часто меняется. Нагинировали классов, как-то их повызывали. Что-то поменялось. Аналитика вам говорит, надо добавить поле. Таких, хоп, добавили поле в схему, сгенерировали классы еще раз. Крутанули эту вертушку снова. Удобно. Вот. Дальше. У меня было приложение не первый случай, у меня было второго. Есть давно работающая ПД. Знаете, она такая вот, давно работающая. Ее никто менять не собирается. У нее очень устойчивая схема данных. Для пользователя очень важна, очень важен сбор аналитики и построение отчетов. У вас есть хранимые процедуры. Причем такие хранимые процедуры, где бизнес-логика зашита. Вот там вот, она лежит внутри вся. А часть бизнес-логики лежит у вас в отдельном слое. Они такие все друг друга тяжело вызывают. Вы прям в ходе вызываете хранимые процедуры. У вас много чтений. Вам нужны джойны для построения отчетов. У вас приложение, которое должно работать для бизнеса. Оно работало вчера, и после замены оно должно работать завтра. А вы делаете тут какой-то новый прототип. В общем, немножко ситуация отличается от первой. Дальше. Вы что делаете? В чем такое отличие от первой? Вы такие, хоп, ну вот там, где все не ясно, я вызову GDPC. Вызову обычный SQL-запрос, выгружу их в непонятные массивы. Оттуда догадаюсь, что, наверное, это вот такие объекты. Буду с этим работать. Критичные по производительности места, где вы говорите, я умею оптимизировать запрос. У вас есть в команде человек, который умеет оптимизировать запросы. Оставьте мне это место. Я здесь добьюсь большего, чем вот эти 10 программистов. Ему оставляют, и вот эта лапша начинает свою жизнь, свой пост по проекту. Для обучения новичков очень подходит GDPC. Если человек с GDPC не работал, то, скорее всего, ему будет сложно понять ORM-систему. Он будет воспринимать их как магию. Такое средневековое будет мышление. Ух ты, что там происходит? Лично для меня проект, в котором только GDPC, при этом у вас огромная иерархия, которая лежит в базе, это своего рода эксклюзивный подход к понятию приложения. Дальше. Для чего удобен гибернейт? Вы решили их скрестить на одном приложении, гибернейт и MyBuddy, взяв самое лучшее. Вам нужно что-то кешировать. Кеш гибернейта хорош. Его стоит изучить, и ради этой вещи стоит его взять. Множество крут операций, там вам нужно, вам безумно надоедает для каждой новой таблицы, там что-то такое создавать, и у вас такой файлик раздувающийся растет. Это все гибернейт можно на себя взять. Есть стабильные, ясные сущности, это очень важный момент. Базы. В последнее время очень модно делать базы, в которых схема такая очень похожа на объекты, но раньше было не так. Раньше все было в страшных нормальных формах, доходя до третьей. И, честно говоря, искать сущность, например, пользователя, размазанного по шести таблицам, собирать ее воедино. И вот если отдать гибернейту, он вам и собирает шесть очень странных сущностей, которые очень странно друг с другом. Но они тоже будут по-своему дружить. И, если у вас, конечно, есть сервер-приложение, на котором крутятся бины, то, что гибернейт работает с стандартным GKEA, это очень удобно. Вы такие, у вас есть люди, которые любят бины, вы им написали эти бины, дальше с этим работаете. И если вы создаете прототип. Если вы создаете прототип, это очень дешево и сердито. Гибернейт. Дальше. Для чего удобен MyBudges? Я тут уже где-то повторяюсь, может быть, но вот повторюсь еще раз. Для хранения разработки сложных SQL-забросов. Вот у вас где было что-то висит, вы там в MyBudges и вставьте. Для первого шага. Все это очень легко переведется. Бизнес не заметит, на самом деле, этого ничего. Вы просто обернете в соответствующие делегаты вот этой системы. У вас не начнется там особых тормозов, потому что это просто вызов тех самых запросов, которые вы написали. Вот. Для нетривиальных сущностей, вот это самое вкусное, как я сказал уже. Есть у вас юзер размазанный по шести добытам. Вот вы написали запрос, который твой юзер собирает во что-то удобоваримое. И вот вы именно это и выложите в объект. Вот. Можно именно вот это заманить. Дальше. Есть четкое понятие, вот, у вас опять же какая-то сущность и у нее очень-очень много полей. Но в жизни вам нужно совсем немного. Вот. В гибернеиде тоже есть понятие урезанной сущности. Но она все равно, как я понимаю, читает всю. Потом из нее делает еще подвыбор. Неудобно. Вот. При Майбате сделали расширенного юзера. Юзер, у которого есть там дата рождения. И его все там сообщения. И сделали пункт юзера, у которого только имя, фамилия. Вот вам где-то нужен такой, а где-то такой. Храните, как бы, два запроса. Два запроса, которые все это выгружают. И в нужном имя читаете нужную. Еще, как я сказал, для динамических семейств сквелей. У вас есть 120 сквелей, которые друг очень похожи на друга. Отличаются небольшими секциями. Используйте здесь Майбате. Динамически соберите. Вот это, а не пропускание через PrepareState мне очень помогло. Дальше. Как добавлять один отчет. Сначала кажется, что много движений, зато потом изменение любого отчета. Когда я работал с этой системой сначала, там добавление одного отчета вызывало, ну как бы, не знаю, как начало, не знаю, нового квартала скорее. Как бы, начало какой-то новой жизни. Нужно добавить новый отчет, и все приложение перетрясается. Нужен быть простой способ. Добавляем один запрос типа Select, который собирает нам данные для отчета. Делаем одну Result Map, в которую это все выгружается. Добавляем одну функцию Down. Получаем список вот этих вот объектов, которые нужны для вывода отчета. Причем, ход такой. У вас одна строчка, вот этот один объект, это одна строчка отчета. Вот, не колонка, не еще что-то, а одна строчка отчета. Вот этот простой ход позволяет вам, если вам, заказчик говорит, прости, у меня совсем все другое, вот там надо было еще фильтры такие доставить. Вы идете, исправили SQL, и все остальное у вас работает. Вы только поправили SQL. Не перелопачивайте код, там запускаете юнит-тесты, которые там проверяют, что не выглядело исключение гибернет и так далее. Вот, дальше. Процесс внедрения. Это самый сложный, на самом деле, момент, потому что все мы люди, и всем нам хочется какого-то легкого пути, царского пути к изучению чего-то нового. Люди испытывают различные чувства SQL. В одной команде могут быть люди, которые являются фанатами, и люди, которые плюются от одного этого слова. Важно задокументировать сферы влияния, которые разграничат применение MyBytes и гибернет. Вы говорите, гибернет только редактируемые сущности, MyBytes только отчет. Вы это записали, и когда, возможно, команда сменится, он придет новый человек, он добавит новый отчет именно в MyBytes, а новый редактируемые сущности именно в гибернет. Если вы это не записали, в новичок вообще можно написать GDC запрос, который что-то куда-то выгрузит. Это вопрос по текущим кадрам на проекте, например. Легко нарисовать диаграммы тех процессов, девелопер процессов, то есть, что мне нужно сделать для того, чтобы добавить один отчет. И дальше такая инструкция, напоминаемая use case, но только для девелопера. Какие шаги ему нужно сделать? Примерно как про добавление одного отчета. Диаграмму, какой класс отнаследовать, что добавить. Это позволяет превратить творчество свободное по созданию нового отчета в кустарное ремесло. В бизнес-приложении так и должно быть. И, конечно, у вас должно быть чувство прекрасного. Если все-таки вы понимаете, что вам навязывают, что нужно подружить вот эти разные ОРМ и так далее, но все-таки ваше внутреннее чувство прекрасного противится, вам не нравится это противоестественное скрещивание какой-то причины. Остановитесь. Используйте то, что вам нравится. Я считаю, что эстетика может тут возобладать, но если при помощи этой эстетики вы будете мотивированы писать огромное количество запросов потом сами. Если вы говорите, что мне чувство прекрасное это добавлять не надо, но при этом продолжаете ныть, что все тяжело, когда это было нечувство прекрасного. Дальше. Гибернет и MyBudges. Они могут жить на одном проекте. Строго разграниченной сферы должны быть, как я уже еще раз говорил, большие отчеты MyBudges. Энтити всякие в гибернет. Высокая скорость разработки. Вы реально это можете получить, используя вот эти две ОРМ. На самом деле, страшную вещь скажу, я когда-то увидел реверс-инжиниринг для MyBudges, который плагинит для Eclipse, чтобы создавать, в общем, классы с аннотациями по табличкам, я такой думаю, может еще и гибернет толкануть из проекта. Зачем он? Но пока не толканул. ОРМ на проекте, если у вас был странный проект, это заставит вас следовать стандартной модели Model View Controller. Просто вынуждены будете. Первый шаг к прекрасному, за ним последует второй. Ваше приложение расползется по аккуратным слоям, в конце концов, и вы сможете очень легко его поддерживать. Не будет нервотрепки, сбора больших совещаний, и каждый будет знать свой участок. Я за мануфактуру в этой ситуации. Простой еще алгоритм хотел добавить. Если у вас есть база данных, вот вам она досталась по наследству, вам что-то надо сделать. Вы смотрите на эти таблицы, у вас в голове другая иерархия объектов. Возьмите блокнотик и ручку в электронном видеобумажном, выпишите название таблиц, если рядом с ними расставьте метки. Вот эта вот сущность, она понятна. Вот эта вот сущность, которая расползлась по 10. Вот назову там сущность 1, и вот поставил метки у всех таблиц. Вот это вообще чисто таблица для отчетов. Поставьте рекорд. Эти метки помогут вам понять, какие вещи куда отправлять, в гибернейт или в MyBytes. Я вот такие метки расставляю, и дальше на самом деле не задумываюсь о том, что делать. Далее. Татарты и полезные ссылки, руководство по гибернейт. Вот тут были. Книжи предлагающие. Да. Давай. Презентация же будет. Это же специальные ссылки, чтобы туда приходили. Почти переведенные на русский язык по первой ссылке. Я вот его читал когда-то в первый раз. Его так не перевели за несколько лет. Статья о моем блоге по теме докладовала. Я сейчас много рассказал, а там еще больше такого текста написано. Так что можно будет перейти и прочитать. Сайт MyBytes для тех, кто не пользовался. Они недавно опубликовали. Я когда первый раз использовал, у них не было удобного хелпа с примерами. Вот серьезно не было. А сейчас они переписали, и прямо вот Hello World создать можно за пять минут. Пробуйте. Ну и мой профиль в Google+, если у вас есть вопросы, вот, какие-то там по докладу, или как использовать MyBytes на проект, обращайтесь, я сюда выставлю отвечу. Вот, и... Все, наверное, последний слайд. Да, сейчас будет последний слайд. Вот. Ну, в общем, я очень смущаюсь, как фейдобрю будет с вами... Даоо. Да? Давайте, как мне да. Ну все, в общем, спасибо за внимание. Ну, дали добавить вопросы. Да. Не буду еще раз представляться. А, с вами Александр, как говорится. Сразу, на технические вопросы. Первый вопрос. А, существует ли в MyBytes возможность пуша, ну, то есть, либо чтобы он в этом слал, сущность, либо чтобы явно это слово достать. То есть, у хибернета большая проблема, он сразу что-то память, памяти не хватает, ему надо записывать, это считать, надо обработать поток, там что-то посчитать, вывести отчет. То есть, мид или нет. В свое время мы писали, это как бы свое на базе JTBC, но... Вот. Вот это все хорошо, я тоже с этим столкнулся. MyBytes, он кое-где просто обернул вокруг себя JTBC. Там все равно... Да, кстати, MyBytes, сразу говорю, очень хорош. Да. То есть, логика очень стрейфорная. То есть, они все что нужно, чуть-чуть прикрыли, даже методы так же называются. Все как в JTBC. Вопрос. То есть, он умеет, то есть, можно открыть курсоры, и потом, когда надо, завезть. Да. То есть, такой он умеет. Там даже метод, по-моему, так и называется. Курсуру возвращать он умеет. Да. Айкин. Второй вопрос. В случае сращивания Hibernate или MyBytes, каким образом делается так, что они используют один тот же пул connection? Потому что connection всегда не хватает. В город 10-150 connection, 10 из них твои, 5 на MyBytes, 5 на Hibernate, а как бы балансировать то надо? Балансировать то надо? Ну вот тут чуть-чуть попроще немножко. Сейчас поясню. У них разграничились сферы ответственности, и в кое-каких местах нам нужен только pool connected MyBytes, их очень мало. Можно там, если у тебя только отчеты, в отличие от миллионов редактированных сущностей, те под отчеты нужно держать небольшой процент. К сожалению, вот это опытным путем только нащупывается. Два отдельных пула. Нет, нет. То есть, вопрос такой. Нельзя их, вот, сделать, как бы, создать отдельный pool connection и скормить MyBytes вот на тебе. Ну, из коробки такого нет. Самим писать надо. Я процентное соотношение выяснил и вот примерно 10-90%. На репорты 10, на остальное 90%. Примерно так. Ну, во-первых, первая мысль. Так, Михаил Шемеродцев, компания TASC. Вам не кажется, что вот, во-первых, это довольно странная вещь, смешивать две ORM в одном проекте. Hibernate и MyBytes. Ну, можно же все сразу приклести, у каждой же есть плюсы. Будет 17 ORM на проекте. Каждый написать, например, что она должна делать и пользоваться. Ну, во-первых, это, мне кажется, очень сложно. То есть, в плане отключения как логики, так и разработки. Во-вторых, я вот сейчас смотрел, я немножко не вловил. Вот MyBytes, он занимается, так понимаю, какими-то вещами, близкими к GDVC, к конкретно чистому SQL. То есть, вот сейчас выносил в XML, во-первых, Hibernate тоже так умеет. То есть, он умеет. Ты берешь в SQL-запрос, выносишь его в XML, потом также по имени обращаешься, он его из специального, то есть, по имени находит в этом XML, этот запрос выставляет и обрабатывает. То есть, в Kubernetes это умеет. Зачем пользоваться MyBytes, для этого не понятно. Не так немножко Kubernetes. Вот действительно, тексты запросы вспоминаются, насколько я понимаю, только так текст. В MyBytes, они все так просто. Вот то, что мы записали сюда, как SQL-запрос, это еще дальше транслируется. Вот эта динамическая сборка SQL, напоминающая пропуск ваших, не знаю, штук, которые пришли с поверхности через prepare state на GDVC. Только много более корректное. В Kubernetes вы там могли, ну, типичный пример. Я видел код, в котором люди собираются SQL-запрос, складывая стринги. Вот. И потом это отправляют куда-то дальше. Не очень безопасный метод, MyBytes позволяет его избежать. Там, вот, ты послал параметр, буллинг, флажок например, добавить еще группировку, и дальше снижу. Если флажок, вот эту вот секцию. Но это все безопасно проверяется. То есть, такой расширенный prepare state. А в чем тот небезопасный метод? SQL-инъекции что-то? Ну, так, ты проверь, пожалуйста. Ну, это парсеры SQL-инъекции. Ну, ты-то это проверяй, там, и там, что-нибудь такое. И спокойно, потом, тебе не надо будет, во-первых, работать потом с, ну, то есть, задеть это с XML-ем, то есть, у тебя, получается, MyBytes будет еще обращаться к XML-ю, там, что-то там тоже проверять, он все равно будет, скорее всего, парсить этот запрос, может быть, что-то там, или все равно будут какие-то вещи делать, которые ты можешь вынести. Ну, то есть, я не вижу поколой, какой-то этого первого. Старик, можно же из XML-я, то есть, там, управляемый XML-я, это все, конечно, довольно замечательно, что ты можешь условия ставить, но ведь можно же их просто вынести, все входить на какой-то класс, в котором эти же строки ты их будешь также складывать Java кодом, то есть, и вот, для меня это эстетически не подходит. И с безопасности тоже, с той же точки зрения. Я встречался с статьями, примерами, когда гибернет ломался при помощи SQL-нет. Нет, там, там, нужно подключать отдельные валидаторы, да, которые это все делают. Вот, еще распространенная фича, гибернет, люди, либо нативный SQL, сейчас, секундочку, нативный SQL используют, да, там, в коде, пишут где-нибудь там сверху именованный запрос и так далее, и SQL, чаще всего, сложный, разбросан, все равно по коду. MyBytes позволяет хранить в одном месте, и я, я лично не встретился с гибернетом, который бы весь лежал так же удобно в одной файлике. Если он лежит весь так же, почему бы не MyBytes, который это все делает? Да. Я хотела комментировать, по поводу, эстетически неверно там, вот этого хранения в Java. На самом деле, это не только эстетически, это еще с точки зрения нагрузки неверно, потому что там из-за траты памяти все это возрастает, это многократно, то есть лучше отбить это все на стороне базы, и не тащить все эти коллекции в Java. Это во-первых. Во-вторых, у меня вопрос, а MyBytes работает с Prepaid Statement? Потому что все эти SQL-инъекции отрубаются в Prepaid Statement на сервере базы данных, то там все это и... Ну, я согласен, что это... В общем, там оно отправляется отручать отдельно, и никакая рефция там невозможна. Там дальше там. Ну вот, в ходе, это такой, собирающийся из Spring, говорю еще раз, Я просто ставлю меня, вот этот запрос, он проходит через этот процесс? Да, он проходит, да. Я, в принципе, с исходниками тоже поковырялся. Вот, там все, там дальше идет GDBC, это просто очень хорошо обернутый GDBC. Все та же самая функция есть. То есть, в отличие от гибернаторов, в которых некоторые возможности недоступны, из-за них люди лепят GDBC, а я просто предлагаю место, где у вас был GDBC, который мапится там, варейлист, арейлистов там, буллиант, стринг и так далее, нормальные объекты класят, вот, которые уже готовые есть. Вот, скорее вот такая разница. И безопасно собрать запросы. Вот, кстати, собственно, продолжу вопрос сам. А, то есть, можно каким-то образом первым увидеть SQL, который уходит в SQL? Да-да-да. Вот, ну, во многих, тут точно так же. Ты видишь, в логике, конечно, есть. Вот, второе, то есть, как я понимаю, все-таки, там, даже если запрос, он все равно, у него там, у него там, 2.1, условно говоря, по вопросу, он даже отправил, и дальше уже мапит сама база банка. Здравствуйте. Ну, очень сложно сказать, что там, я вам покажу. Собственно, если запрос не, вернее, если в запросе данные не подставлен, то он там, допустим, его очень хорошо оптимизирует, он его положит себе в кэр запрос, он потом, да, анализирует как-то данные, что часто используем, подставляет. Если запрос чисто в SQL строках, в которых написано уже в, там, там, то он, с этим ничего не забыл. Вот, когда я переписал несколько вещей, у меня, были запросы гибернейт, даже вызов нативного SQL, ну, и тем более, HQL и так далее, я смотрел на те запросы, которые снизу генерируются гибернейтом. Ну, потом сравнивал, просто их запускал, там, тест по производительности устроил, вот, по сравнению с запросами, которые, если бы я вот его напрямую писал, там, учитывая какие-то планировщики и так далее, гибернейт генерирует не оптимальные запросы, мы все это знаем, вот, он просто генерирует их, по какому-то алгоритму, вот, он дальше не думает, что с ними, и вот это отправляется дальше. Вот, здесь, вот, я понял, печатается ли влог уже с оптимизированным запросом? Нет, печатается первый, который со сборкой. Нет, оптимизированный, это оптимизатор уже дальше по сдану. Ну, в смысле, он все равно выходит с подставленными параметрами, со всеми. Нет, вопросик, ничего не вызывается. Вот, то есть, передаются даже в запрос набор, там, хешмап параметров, они подставились все везде, вот это уже все собралось, и только после этого, запечатывается, дальше, как это делается. Вот, и отвечаю еще последний на Мишнтон, на заменку, да, стоит ли вообще смешивать, там, две ОРМ в проекте, и так далее. Вот, цель была, немножко все привести в порядок, прочитать, смотри, когда, две ОРМ в проекте, это все-таки, скорее всего, некий переходный этап. Вот, от начальной точки, у вас было немного гибернейт, много GDBC, к точке, ну, чтобы бизнес-то у вас не страдал, гибернейт, затратно все-таки переводить на что-то другое пока. Добавили MyBatis для отчетов, если после этого ваши разработчики все хорошо освоили, то можно несколько этапов делать. В принципе, можно, наверное, отказаться от гибернейт, если вам не хочется его кэш. А его кэш хочется. Второй раз. Назовался. Хотела откомментировать насчет зоопарка технологий. На самом деле, в этом ничего страшного нет. Это то, что сейчас происходит с многими проектами. Если вы когда-нибудь программировали на чем-то вроде в Белдрейлском или рядом, то вы видели, что там используется огромное количество всяческих вещей, которые собираются в одном проекте, и это нормально. Если по хорошим протоколам все это взаимодействует, если у вас по слоям все нормально раздрено, то есть если у вас дау-слой есть для одной базы один, дау-слой для другой базы один, ничего страшного нет, что там разные ОРМ. То есть если у вас хорошие протоколы, хорошие опишки, то, что там внутри не волнует никого. Приложение работает через сервис, который предоставляет им все. Нет, через данный. Понятно. Поэтому, в общем, вы можете заменить одно на другое, весь проект предоставляет. Но я понимал, что это как-то вместе смешивается, то есть что у тебя дау вот есть одно, и оно, ну вот. То есть один, 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 один. У меня дау просто одни функции обрабатывает. Когда-то все обрабатывают кубернейт и GDBC, сейчас кубернейт и майбатис в будущем можно просто все реализовать через майбатис. Но опять же весь зоопарк, он только внутри дау. Да, он не выходит. А до этого, например, был GDBC где-нибудь во вьюшке. Нет, у меня есть вопрос. Вопрос совершенно другой. А, у меня еще... Зоопарк? Да. У меня вопрос такой, у меня тоже по технологии кубернейт. У кубернейта же есть вот эти вот критерии, которые, собственно, да. Я так понимаю, что они нужны, очень полезны для того, чтобы обрабатывать сложные SQL-запросы. Почему? Потому что вот ты в нем пишешь прямо SQL-запрос, я просто не помню, я с UE обработаюсь, в котором вот эти критерии, ты делаешь большой запрос, он его обрабатывает и выдает тебе уже объект. Если он обрабатывает, ты говоришь, что выбирай, с базой, например, пользователей, вот такой объект. Он его сам обрабатывает и выдает тебе объект. И об этом вы точно сказали для этого кубера. Ну ладно. Лиза, ты не помню. Вот. Ну, понятный вопрос. Ну, наверное, вот эти все вещи дать уже отсудим. Про времени уже сложно. Все, спасибо всем. Спасибо.